Прежде чем приступить к укладке асфальта, рабочие разливают на подготовленный участок специальную эмульсию. Она необходима для хорошего сцепления слоев нового покрытия. За день планируется уложить 2000 квадратных метров. Всего же на Ленинской, на участке от Полевой до Чкалова, запланировано обновить 300 погонных метров дороги. Выполнены работы более чем на 73%. То есть, можно говорить, что работы ведутся с опережающими темпами. Выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части на одной половине. Сейчас выполняются работы по ремонту второй половины проезжей части. Отдельно хочу отметить, что работы ведутся максимально в дневное время для того, чтобы обеспечить покой жителей, для того, чтобы жители могли спокойно отдыхать. Вдоль нового дорожного полотна сделают бордюры, тротуары, обустроят газоны. Комплексный ремонт Ленинской проходит по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы на особом контроле специалистов муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» и координатора партийного проекта «Безопасные дороги». В рамках данного контракта подрядная организация отремонтирует не только асфальт-бетонное покрытие, но и будут применять технические средства безопасности, чтобы уменьшить количество мест скопления концентрации дорожных транспортных происшествий, чтобы повысить безопасность участников дорожного движения. Будет отремонтирован 31 светофорный объект, установлено порядка километра пешеходных ограждений. Все эти меры должны повысить безопасность всех участников дорожного движения. Не остаются в стороне и местные жители. При организации работ городские власти и подрядная организация прислушивались к мнению людей. «Проходила встреча с местными жителями, с управляющими компаниями, их пожелания прислушивались и выполняли. Например, на этом участке брали въезд, который был именен уже, устроили плеточное покрытие». Комплексный ремонт Ленинской запланирован на два года. В этом сезоне на участке от Полевой до Чкалова работы завершатся до конца сентября. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.